Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Виноград и сад на даче». Тема «Какой виноград посадить в 2020 году» продолжается. И в этом видеообзоре показано 9 новых и сравнительно новых форм винограда в селекции Александра Васильевича Бурдака. Фотогрозе этих форм перед вами. Это следующие формы винограда. Адмирал, Белый Хрусталь, Николь, Барон, Синдикат, Бруно, Сенатор, Каталония, Сицилия. Эти формы винограда уже прошли некоторые испытания на Полтавщине и показали хорошие результаты, по которым уже можно сделать вывод, что они перспективные для выращивания на дачном или приусадебном участке. Я никого не агитирую за приобретение той или иной формы винограда. Каждый сам себе выбирает нужную. Вот краткая характеристика этих форм винограда. Как видите, здесь представлены формы винограда на любой вкус и цвет. По срокам созревания среди них есть ультраранние, срок созревания меньше 100 дней с момента распускания глазков, очень ранние, срок созревания 100-115 дней по книжной классификации, и ранние, срок созревания 115-130 дней. Именно с такими сроками созревания гроздья винограда гарантированно вызревают на Полтавщине и в более северных районах. Кроме сроков созревания, при выборе этих форм обращалось внимание на размер и вкус ягоды. Так, для Якушенко был более важен размер ягоды, и он посадил такие формы винограда, как барон, сенатор, синдикат и бруно. Для Александра же Гергеля более приоритетным является вкус ягоды, поэтому он остановился в выборе на Каталонии, Белом Хрустале, Цицилии, Синдикате, Адмирале и Николь. Что касается вкуса и внешнего вида гроздей, то ни Гергель, ни Якушенко при выборе форм не ошиблись. Вкус у ягод всех этих форм шикарный, мякоть хрустящая, кожица съедаемая, гармоничное сочетание сахара и кислоты. А в ягодах таких форм винограда, как Николь и сенатор, имеется легкий вкус муската. Такие ягоды можно кушать килограммами и не устанешь, это точно. Многие, а особенно начинающие, ищут сорта и формы винограда, которые можно было бы выращивать в центре Украины без укрытия. Но, к сожалению, селекционер для этих форм указал их морозостойкость на уровне минус 23 градуса по Цельсию, что явно недостаточно для выращивания без снятия со шпалеры. Поэтому у обоих виноградарей лоза этих форм зимуют под легким укрытием. Вообще, они все свои столовые сорта и формы выращивают с укрытием на зиму. Без укрытия не рискуют, хотя для выяснения морозостойкости можно было бы и оставлять по одному рукаву на шпалере. Формировки у обоих виноградарей применяются веерные, у Якушенко Василия Евдокимовича классическая, а у Александра Гергеля с удаленной зоной плодоношения. Кусты корнесобственные, хотя бруно, белый хрусталь, николь привитые, но тоже на корнесобственные кусты столовых сортов, не какие-то там филоксероустойчивые подвои. Это такая общая информация. А теперь посмотрим, как выглядят грозди этих форм. Винограда на кустах. Очень сильно, как и многое, все, что было посажено в 2015-2016 году. Ну, грубо говоря, это второй урожай. На второй урожай нужно оставлять, как правило, 4 грона. Здесь у меня 12. Это сказалось на размере соцветий, на размере ягоды. Ну, естественно, оно затянулось в сроках созревания. А так он созревает наравне с гибридной формой Ашарада Михаила Гречка. По вкусовым качествам он очень достойный. По сахару я его проверял сегодня утром. Было тоже так само, как и у Ашарады 13 Bricks. Но здесь немножко больше кислоты. Ему еще немножко больше, чуть-чуть повисеть. И все, он будет готов к употреблению. Но, опять же, повторюсь, это из-за перегруза. Если дать ему поменьше нагрузку, ну, на следующий год, если дать те же самые там 12-16 грон, то он созреет раньше еще. И по вкусовым качествам будет лучше, и по размеру ягоды. Ягода намного крупнее, где-то раза в полтора крупнее. То, что я видел ее, Владимира Шпакаеву, Михаила Гречка, и у других виноградарей, то ягода намного крупнее. Плодоносит он у меня уже три года, поэтому я за него могу сказать уже немножко больше, чем о других сортах. Чем интересен этот сорт? Очень урожайный. Сорт очень урожайный. Грозди, ну, я не скажу, что они очень большие, но они большие и не нужны. Но до килограмма грозди могут быть легко. Ягода тоже. Ну, 20 грамм, понятно, не бывает, но грамм 14-15 ягода. Вкус простой. Устойчивость к болезням тоже уже за это время. Я немножко обратил внимание. Достаточно высокая. Я думаю, бывший средний. Гибридную форму бордака Александра Васильевича под названием белый хрусталь. Чем это интересна ягода? Все-таки на сегодняшний день, если брать ее размеры, мы только что взвесились с Владимиром. 9,5 ягодка. Оригинатор заявляет 10-14 грамм. Размер ее колеблется до 33 миллиметров. Чем же она интересна? Прежде всего, своими вкусовыми качествами. Это насыщенный виноградный вкус с нотками муската, который положительно сказывается на ее вкусовых качествах. И ранним сроком созревания. Можно сказать, даже очень ранним сроком. 110 дней. На сегодняшний день она уже съедобная. Очень приятные нотки. Муската во вкусе есть. И мы померили сахар 16 брикс на данный момент. Но скажем так, ночи холодные. Нет температуры, нет сахара в ягоде. Поэтому сейчас пошло повышение температуры. Ночные. Сегодня было уже 18 градусов. Будем надеяться, что дальше так и само будет. И она полностью проявит все свои вкусовые качества. Гибридную форму бурдака Александра Васильевича под названием Адмирал. Как вы видите, здесь ягода крупная. Вот я приложу пятачок для сравнения. Ягоду он заявлял 10-18 грамм. О грозде 700 грамм-1100. Сроки созревания 100-110 дней. Ну, по срокам я позволю не согласиться. Больше, скорее всего, 120-125 дней. Хотя, в принципе, некоторые гроздочки, уже небольшие, можно кушать. Аркадий еще я даже не пробовал. Но, как правило, он набирает все свои вкусовые качества. Ярчайший виноградный вкус. Незабываемый такая. Незабываемый послевкусие. Без муската. Но насыщенный виноградный вкус. Этим он мне и нравится. Мякоть плотная. Грозди, я уже сказал, 700-1100 грамм. И что касается гроздей, по поводу выращивания, я приспособился. После цветения всегда здесь вот такие чулки висят. Очень большие, длинные соцветия. Какое вы не увидите, оно все было вот так вот подрезано пополам. То есть, я его убрал. И тогда получается замечательная гроздь. Вызревает равномерно с верхней до нижней ягодки. Цепляется даже и вытягивает по две грозди. Вот, обратите внимание. Смотрите, какие гроздочки замечательные. Санатор. Санатор гурдака. Вот сорт. Сорт раннего срока созревания. Вот это первое, в принципе, нормальное плодоношение. Потому что куст очень молодой. Посажен черенком позапрошлом году. Видите, урожай вполне приличный. Вот. Сорт неплохой. Гроздь крупная. Вот. И ягода крупная. Вот. Я думаю, 20 грамм будет. Вот. Поэтому, как для белого сорта, белозелёной, с белозелёным цветом ягоды. Вот. Сорт очень даже неплохой. На мой взгляд, это лучше, чем санатор Павловского. У меня и такой сорт есть. Вот. Там и ягода мельче. Там и гроздь более плотная. Вот. Ну, в общем, очень много недостатков. Этот сорт намного лучше. Вот. Санатор бурдака. Перед вами гибридная форма «Синдикат». Красавцы гроздь. А сейчас мы с Александром проведём дегустацию ягод этой формы винограда. 12,83. То есть, на самом деле, очень крупная. Тяжёлая ягода. Мякоть плотная. На фоне пяточка сейчас всё это для масштаба покажем. Размер ягоды у нас 41 миллиметр, если меня не подводит зрение. И тут 27 миллиметров. То есть, вот такая ягодка. Разрежем её сейчас. Да так нережь, как в сторону. Вот это он же. Смотрите. Мякоть плотная, сочная. И что мы имеем, сколько косточек. Сейчас я разрежу ещё. Как яблоко режется, настолько плотное. Да, хрустит, не знаю, передатка камерами. Здесь вот какие-то рудиментики. Одна косточка. И здесь вторая косточка. Косточки почернели со зрения. Да, да. Вот так вот, в принципе, выглядит он в разрезе, эта ягода. Но мякоть очень плотная. То есть, она свободно повисит на кусту, вплоть до заморозков. А там до Нового года, я надеюсь, можно свободно её сохранить. Ну, это надо испытывать. Но, на мой взгляд, она сможет выдержать такое испытание. В общем, лёжкая форма, да? Ну, на мой взгляд, да. Пригодна для длительного хранения. Ну, не длительного, но до Нового года, да. Ну, это тоже уже длительное. Ещё же и сентябрь, и октябрь, и ноябрь, и декабрь. Четыре месяца. Ну, для того, чтобы ягода сохранилась долго, то её нужно как можно дольше подержать на кусту. Всё-таки питание поступает, и она в свежем виде всегда. А потом, перед морозом её срезаешь, и она до Нового года сохраняется в обычных условиях легко. В холоде, в погребе. Да, да, да. Сицилия, скажем так, остатки роскоши. Одна гроночка небольшая была. Здесь уже снят урожай. Понравился, наверное, своим внешним видом, естественно, вкусовыми качествами. Сицилия Александра Васильевича Бурдака. Свои сроки она подтвердила, судя по тому, что уже сняли. Здесь было, если я не ошибаюсь, 5 или 6 гроночек. Немножко большего размера. Это ягодка была покрупнее. Это остатки такие небольшие. Вот. Так что мякоть плотная. Оно даже видно по шкурке. Она такая рифлёная слегка. Как бы негладкая, ребристая. Отличных вкусовых качеств. Сорт раннего срока созревания. Конечно, в настоящее время он ещё не созрел. Потому что срок раннего созревания, срока, это где-то до конца августа месяца. Ну, мы сейчас продегустируем от Владимира Николаевича. Вот. Я ещё и сам не пробовал вот это. Давно я не подходил к этому кусту. Чем интересный этот сорт? Мне он нравится. Грушения отсутствуют. Грозди до килограмма. Вот. Ягода, ну, довольно крупная. Где-то заявлено даже больше 20 грамм. Ну, 20 грамм здесь нет. Вот. Но грамм 15, а то и больше есть. Вот. Поэтому, как украшенный сорт, сорт интересный. Вот. Сорт стоящий. Возревание лозы уже началось. Вот такие эти 9 форм винограда селекции Александра Васильевича Бурдака. Спасибо всем за просмотр. Ваши вопросы и пожелания пишите в комментариях. А пока до свидания. И до встречи в следующих видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова